Людей неинтересных в мире нет, их судьбы как истории планет. Сегодня в параде планет архимандрит Мефодий. В этом году мне довелось побывать на Валааме. За несколько дней было много драгоценных встреч. И одна из них с архимандритом Мефодием, помощником игумена монастыря. Когда я вернулся домой, оказалось, что батюшка заболел, о его выздоровлении молилось много людей. Но 22 июля 2021 года отец Мефодий отошел ко Господу. И так получилось, что я стал последним журналистом, которому отец Мефодий дал интервью. Теперь его слова воспринимаются как духовное завещание. Многие говорят, что христианская жизнь тяжелая, и скорбная, и непостижимая по своему кресту. Но мы знаем, что святые отцы нам говорят, что христианская жизнь нескорбная, не печальная, она легкая и приятная. Только нужны две добродетели, которые необходимы человеку — любовь и смирение. Когда имеет человек любовь к Богу, к ближнему, он, конечно, нетрудно ему жить на земле. Когда он имеет смирение, он становится жителем рая, как преподобный Иоанн Лествичный говорит. «Погрузись в бездну смирения и станешь жителем рая». Он приехал на Валаам из Македонии. Было много случайных и не случайных событий, которые подтолкнули его к монашеской жизни, к приезду в Россию. Теперь это воспринимается как промысел Божий. Его дедушка в Македонии перед смертью позвал старшего внука, чтобы попросить ради семьи стать монахом. Но внук задержался. И тогда дедушка попросил об этом младшего внука Венка. Тот учился на архитектора. Знал европейские языки. Любил шумные компании, песни под гитару. Собирался жениться и жить в Европе. Венка согласился поменять свою жизнь. Оказался в России. В 1993 году Венка Петров приехал на Валаам. Через год принял монашеский постриг и стал легендой при жизни. Смысл монашеской жизни, вообще человеческой, христианской жизни в том, чтобы найти нетварный свет, который незыблемо торжествует в сердцах человека. Он внутри нас. Потому что Господь наш прелюбимейший сказал, Царство Божие внутри вас есть. И мы всю жизнь монашеского пути ищем этот свет, чтобы подобиться нашему Творцу. Он есть, Он существует, Он окреляет каждую душу христианскую. Он не знал, что такое обиды, ненависть, злость. В его сердце жила только любовь, даже к врагам. Святые отцы, особенно святый Иоанн Златос говорит, что любить своих врагов очень легко. Потому что, во-первых, человек исполняет заповедь Божий. Во-вторых, он получает от Господа награду. Во-третьих, он спасает душу этого человека. А во-четвертых, он уподобляется Богу, который любит и праведников, и грешников. К сожалению, сейчас трудно об этом говорить, потому что мы знаем, какой период пандемии проходим. Очень много у нас таких катаклизмов происходит в мире, и войн, к сожалению. Но мы знаем, что человеку легко смиряться перед ближним, легко любить врагов своих. Потому что на подсознании, на уровне подсознания каждого человека заложена любовь к человеку, к Богу и к ближнему. Это в своей Евангелии только об этом пишет и говорит. Золотой и красной нити прописано в своей Евангелии. Когда мы встречались, отец Мефодий рассказывал, что паломники, приезжающие на Валаам, преображаются на глазах. Ведь монастырь Спасопреображенский. А я думал, что многие из этих преображений случились благодаря его особому дару. Сколько людей он согрел своей любовью. И именно этим привел к Богу. Преображаться человеку легко на землю. Знаете почему? Потому что всегда перед собой имеем прелюбимейшего, преслачающего, пренежнейшего, пренежнейшего, пренайпрекраснейшего, пренайблагостнейшего, пренайдолготерпеливейшего, всек прощающего, найсмиреннейшего нашего Творца. Он есть сущая любовь, которая царит над человечеством, над нашей несчастной планетой Земля. В 2021 году отцу Мефодию исполнилось 60 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok